Шанс есть у каждого, спешите сделать покупки и получить заветный выбор. А я напоминаю, что все, кто находится, недалеко от Сейны, ну тут такая возможность. Алтайские травяные чаи, традиционный мед, сыр, напитки и даже вяленые томаты, все это можно было попробовать в парке Изумрудный. Губернатор Виктор Томенко, открывая гастрономический фестиваль «Алтайские бренды», подчеркнул, что продукция пищевой промышленности давно стала визитной карточкой региона не только по всей России, но и за рубежом. О нас знает, по сути дела, вся страна именно по нашей продукции и в большой степени именно по нашим продуктам питания, продукции, перерабатывающей промышленности. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продуктов питания, что три четверти добрых, три четверти, даже немножко больше того, что мы производим, мы продаем за пределы Алтайского края. Нам столько самим не нужно. Мы кормим, как известно, и Сибирь, и всю страну. И, как известно, немало уходит продукции и на экспорт, и пользуется спросом, и каждый год эти потребности, цифры растут. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Вячеслав Фетисов восхитился алтайскими продуктами, а также отметил, как преобразился Алтайский край за пять лет. Жить стали лучше. Я уже... Да, так и есть. Я здесь уже пятый день нахожусь, и... Знаете, вот самое большое богатство в вашей земле – это люди. Гостеприимство, красота. Я точно знаю, почему это происходит. Потому что вы правильно питаетесь, у вас свежий воздух, чистая вода. Я говорю, Виктор Петрович, а сможешь накормить всю страну качественными продуктами питания? Он говорит, смогу. В алтайской пищевой промышленности трудятся около 30 тысяч человек. Край в лидерах среди регионов по производству муки. 60% российской гречневой крупы произведено на Алтае. Также край занимает второе место по производству сливочного масла и сыра. Производители рассказали, что всегда указывают на упаковке, что продукты сделаны на Алтае. Это пользуется популярностью у покупателей. Вячеслав Фетисов признался, что и сам регулярно приобретает алтайские товары. Алтай накормит страну качественными продуктами питания. Даст качественную воду всем нам. Я завял узкую воду, пью постоянно. Считаю, что это источник, так скажем, здоровья, радости и много чего. Вячеслав Фетисов также назвал алтайское село Бочкари деревней будущего. Подчеркнул, что новый импульс к развитию получил наукоград БИИСК. И пообещал регулярно приезжать на Алтай, потому что в регионе комфортно и работать, и отдыхать. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Новости.